значит собственно мы подключили к питанию вот немножко его подвинул этот холодильник сразу загорелось меню немецким шпрахен что-то там стеллунг наверное там меню ищем русский язык как это сделать дочь инглиш там и так далее так перелистываем меню touch screen работает нажимаем вот русиш о далее кнопочку че еще от нас требуется ввести дату какая сегодня дата тогда и бог памяти так 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 сегодня у нас что там второе или какой августа там не помню 22 до 23 уже так вот 23 значит 23 августа 2018 года вот так вот она выставляется здесь мы выбираем месяц день год день месяц год показывать дату на экране да мы хотим этого дальше время который сейчас сейчас так выбираем быстренько она идет на 16 часов вот и время 57 минут все есть 24 часа формат дальше цельсия хотим цельсий все ждем что произойдет дальше обратите внимание сейчас day-to-day меню активировано одно из пяти мы можем выбирать себя day-to-day максимум performance без там еще что-то короче партии кулин дринкс и там еще что-то я не помню по меню на данный момент мы видим мы видим анимационное меню стрелочки идут вниз это говорит о том что 5 градусов внутри верхней камере еще нет но температура падает вниз охлаждение идет морозильной камере biofresh 0 ну biofresh 0 и тупо 0 вот такое впечатление что это просто заглушка которая демонстрирует нам вот этим вот салатовым цветом что там 0 и ничего не происходит мне не очень понятно это ну что есть то есть дальше вот дальше мы видим морозильная камера минус 18 температура уходит вниз в меню написано что в отличие допустим от других холодильников например вот этого самсунга ты можешь в самсунге видеть сразу какая температура на данный момент находится в холодильнике здесь ты можешь видеть только set point return point ты не можешь видеть и это без 2000 то есть это разочарование обратите внимание вот сейчас вот самсунг рядышком мы открываем дверцу вот смотрите мы открываем дверцу сразу загорается return point это не set point это не установленная температура а то что находится сейчас за температура внутри холодильника в липхере такого нет в липхере горит на экране только set point а return point мы не знаем какой ему можем только наблюдать рядышком сейчас можем только наблюдать вот здесь когда ты нажал пальчиком то есть мне это не очень нравится но это и это факт придется с этим жить я не знаю как с этим жить ну как женщины живут там человеком либо любят либо не очень но все равно живут и короче морозильная камера минус 18 видите да даст сердце слюбится и так далее и вот этот анимешин как они говорят в меню он демонстрирует нам показывает что температура падает хочу в это свято верить вот я нажал кнопку на экране там предупреждение там все что мы там выбрали она нам показывает это все классно короче на вот этот восклицательный знак сейчас морозильной камере 30 градусов она говорит нам о том что мы только что включили холодильники у нас там лажа 30 градусов да вот если сейчас не начнется набор температуры этот аларм на экране останется и скажет нам о том что это очередной глюк это будет очень прискорбно я надеюсь что этого не произойдет мы ждем буквально 15-20 минут пойдет ли температура вниз а сейчас мы не будем поэтому меню там юзать чё она значит экономия энергии там это понятно это советы это там ты что-то выбираешь себе мы на это не будем обращать внимание давайте заглянем вовнутрь что там творится внутри потому что собственно эта фишка липхера нового samsung и корейцы там они японцы идут по пути немцев то есть они копируют их технологии от ну вот жена включила морозилку от минус 16 до минус 25 ты можешь выбрать себе температуру морозильной камере в холодильной ты можешь выбрать от если память не изменяет 3 до 9 и устанавливаешь себя вот здесь ты можешь выбрать себе там day-to-day там стандарт usage energy saver maximum performance чё там еще режим вечеринка там квыкулин там какой-то там напитков вот и отпуск нажал и забыл и уехал и он там спит от холодильник вот такая вот фигня вот мы конечно не будем пока включать и смотрим что внутри потому что внутри самое вкусное самое сладкое снаружи это так давайте давайте посмотрим что внутри запускаем мотор значит следующая фишка удивительная она есть только в липхере можете обратить внимание что в самсунге здесь просто ручка вот она такая как везде ты ее дергаешь ничего не происходит и тянешь дверь и ручка шатается все что на двери у тебя слышите как оно там гремит это минус вот липхер пошел по пути анализа вообще звуков сигналов там что происходит и так далее вот видите трясется эта гибралтарская обезьянка вот на моем магнитике которая привез корабля и здесь учтено абсолютно все ты аккуратно на релаксе слегка мизинцем тянешь эту ручку обратите внимание как это легко делается вообще не предлагаю усилий и толкатель вот этот вот толкатель он он эту дверцу отталкивает отбивает от холодильника и ты легко вообще вынимаешь эту дверь и дверь тебе помогает вот смотрите еще внимательно еще раз что ты начинаешь тянуть мизинцем эту дверь она пошла пошла сейчас толкатель поможет тебе эту дверь открыть вот он распахивать сейчас будет толчок вот вот он толкает он помогает распахнуть дверь ты ничего не делаешь там есть ограничить также обратно также сама доводчик догоняет все он сам закрылся мы ручку не трогаем то есть это поразительно что ты открыл он тебе ее распахнул и сам обратно этот доводчик это фантастиш таких доводчиков нет ни в самсунге нигде больше смотрим дальше что мы видим здесь о боже illumination посмотрите какой шутить это флорисцентик и там я не знаю какой-то light вообще здесь every we can see the best light from top давайте оторвем аккуратно дорогу потому что все таки мы только начали эксплуатировать эту глиёночку дайте посмотреть покажите пожалуйста вот так вот ты тянешь тянешь волна тянешь и здесь подожди все в этом самсунге еще этого нет дайте посмотреть вообще позвольте оторвать ну я аккуратно хорошо давайте все о боже посмотрите он не слепит человека в лицо не светит человеку этот как он так сказать этот флуд light из not blanking you да то есть он это самое он позволяет тебе видеть что находится внутри холодильника не ослепляя тебя то есть свет идет из трех мест первое отсюда второе вот отсюда внизу в этом донышке и вот здесь вот biofresh подсвечивается да у самсунга я видел последних моделей самсунга вот здесь еще посвечиваются вот эти полочки но это вообще как бы круто потому что с подсветкой как бы начал дружить самсунг это очень приятно помимо того что они свои панели втюхивают и морозилка где вы видели подачи морозилка тоже должна посвечиваться что за хрень это лажа морозилка должна а если ты снимаешь полочку подожди нет морозилка должна посвечиваться невероятно вообще а так подожди в двери встроена вот так вот семенович нет морозилка тоже посвечивалась только вот здесь да 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 товарищи господа шановные по новой владельцы и джентльменс это лазер с моей стороны дело в том что для того чтобы увидеть что у тебя находится внутри морозилки ты должен оставить верхнюю дверь закрытой и и тогда внутри чтобы подсветка да подсветка вот отсюда снизу идет из двери это конечно уже ноу-хау которого не видел у других производителей это невероятно ну внутри все так же чисто красиво ручки для того чтобы можно было двумя руками вот так вот хватать и тянуть подожди ездят на роликах да здесь ездит на роликах но нет доводчиков да открывай да это смотрим что внутри внутри здесь есть специальные полочки которые тоже портативные их можно вытаскивать эти полки полностью стеклянная облегчает страдание можно не в ящике можно что-то в стекле хранить убрать эту полку и станет огромный ящик да то есть и и так же самое ниже и внутри там еще вот эти вот ледогенераторы вот и это все на поликах на колесиках собственно за что такие деньги вы платите за комфорт за кайф за сервис за чистоту за приятную работу как бы агрегатом меняется пространство может меняться как он там у них называется эта технология что там варю спайс типа он как конструктор можно себе меня с морозёркой понятно лейбл за лейбл внутри я говорила ледогенераторах ладоген там забитые внутри есть килограмма 3-4